Корабль Она никогда не собирала полные залы людей, рвавшихся послушать стихи в ее исполнении. Но единожды услышав написанные новеллой Матвеевой строки, люди влюблялись в них раз и навсегда. И она сама была всю жизнь влюблена в то, что делает. Поэтому и стихотворения, и песни, в которые она превращала свои стихи, всегда звучали искренне и трогали до глубины души. Казалось, была в ее строках какая-то особенная магия, не позволяющая забыть их тем, кто однажды прочел стихи новеллы Матвеевой. Новелла появилась на свет в 1934 году в семье географа и писателя Николая Матвеева-Бодрого и его супруги, поэтессы Надежды Мальковой. Впрочем, если изучить генеалогическое древо новеллы Матвеевой, то там можно найти немало поэтов и писателей по отцовской линии. В семье, помимо новеллы, росло еще трое детей, все с именами необычными и романтическими – Роза, Роальд и Светлана. Новелла же, кажется, вместе с именем и получила свое призвание – писать. Правда, в детстве она об этом и не помышляла. Семья жила непросто, но в то время никому не было легко. Испытания начались вместе с войной. Отец рвался на фронт, но его не взяли по состоянию здоровья. Тогда он записался в народное ополчение Москвы. Сбрасывал с крыш немецкие зажигательные бомбы и фугасы. Потом одно время он работал политруком в военном госпитале. И надо же было такому случиться, что именно тогда новелла стала слепнуть от авитаминоза и нехватки питания. Вот и оказалась девочка на лечении в том самом госпитале, где служил отец и куда привозили с фронта раненых. Первые свои стихи семилетняя новелла написала именно там, от избытка чувств и эмоций, переполнявших ее от вида людской боли. Впоследствии поэтесса очень редко писала о войне. Она не забыла ее, нет, но очень хотела, чтобы те страшные воспоминания стерлись из ее памяти. Когда зрение у новеллы восстановилось, она вернулась в школу и стала читать буквально за поем, словно боясь пропустить важные и нужные книги. Любимыми авторами девочки были Александр Грин и Марк Твен. День Победы новелла встретила в Москве и вскоре встала перед непростым выбором – учиться в школе или помогать матери. В то время отец уже ушел из семьи и выживать было непросто. В результате новелла оставила школу. Правда, мама учила ее всему, что знала сама. Надежда Малькова была очень образована и старалась передать дочери свои знания по всем дисциплинам. Именно поэтому впоследствии никто не мог бы сказать, что она отучилась в школе всего несколько лет. Днем девочка трудилась, не покладая рук, а вечером садилась за импровизированную парту. В 16-летнем возрасте новелла и вовсе вышла на работу в Щелковский детский дом, чтобы помогать маме финансово. Все это время новелла Матвеева буквально жила рифмами, которые складывались в стихи. Правда, напечатали их в первый раз только в 1958 году. Она посылала периодически свои стихи в разные издания. Их публиковали, но ни о какой особой популярности молодой поэтессы речь, конечно же, не шла. Пока однажды о ней не услыхал калмыкский поэт Давид Кугультинов. Он отыскал адрес девушки и отправился прямиком к ней домой, даже не предупредив о своем визите. Новелла радушно приняла гостя, а он все удивлялся, как в такой нищенской обстановке мог получиться столь яркий самородок. Семья тогда по-прежнему жила очень трудно, а стихи новеллы были такими светлыми, яркими, чистыми, словно писал их абсолютно счастливый человек, ни в чем не знавший нужды. Давид Кугультинов с трудом выпросил у новеллы Матвеевой тетрадку с ее стихами, собираясь издать их отдельной книгой. Девушка боялась, что новый знакомый может потерять заветную тетрадку, а переписывать все и сразу времени попросту не было. И все же она согласилась передать свое сокровище в руки малознакомого, в общем-то, человека. Правда, сам Давид Кугультинов оказался очень занят, но слово свое издать стихи Матвеевой не нарушил. Сдержал обещание благодаря писателю Виктору Бушину. В результате Давид Кугультинов значился первооткрывателем таланта поэтессы, а Виктор Бушин – ее крестным отцом. Благодаря этому изданию она стала членом Союза писателей СССР, а учеба в литературном институте подарила ей, кроме важных знаний, еще и встречу с поэтом Иваном Киуру, ее будущим мужем. Навелла Матвеева и Иван Киуру были прекрасной парой. Они любили друг друга, поддерживали во всем и составили очень крепкий творческий дуэт. Она освоила игру на семиструнной гитаре и с тех пор снискала славу еще и удивительно талантливого барда. Ее стихи, положенные на музыку, обретали какой-то более глубокий смысл. Зазвучали в ее исполнении и песни на стихи супруга, которого поэтесса обожала. А в Центральном детском театре поставили «Предсказание Эгля» – спектакль по пьесе Навеллы Матвеевой, где звучали 33 написанные ею песни. К сожалению, супруг поэтессы не добился такого же успеха, как она сама. Навелла Матвеева, рассказывая о муже, говорила, что он просто не умел пробивать себе путь локтями. Но ценители поэзии любили его стихи. Главной же почитательницей его творчества всегда оставалась Навелла Николаевна. После того, как Ивана Семеновича не стало в 1992 году, стараниями его жены увидел свет сборник стихов Ивана Киуру. Последние годы жизни Навелла Матвеева провела на подмосковной даче, почти ни с кем не общаясь, но продолжая писать. Писала о светлом и чистом, а еще о происходящем в стране и мире. Это было тем более удивительно, что раньше она старалась подобных тем не касаться. Ее не стало в сентябре 2016 года, а огромный архив, оставленный талантливой поэтессой, предстоит изучать еще многим поколениям. Навелла Матвеева стала одним из самых любимых в советское время бардов, поющих поэтов, которые появились в 60-е. Она подчинила стихам музыку и стала особым явлением эпохи шестидесятников. Какой большой ветер напал на наш остров, с домишек вдул крыши, как с молока пену. И если гвоздь к дому пригнать концом острым, без молотка сразу он сам войдет в стену. Сломал ветлую ветер, в саду сравнял гряды, аж корешок редький из почвы сам вылез. И подкатясь боком к соседнему саду, в чужую влез горятку и снова там вырос. Аж хвал унес в море десятка два шлюпок, а рыбакам в горе не раскурить трубок. А распурить надо, чтобы зажечь спичку, как на лету взглядом остановить птичку. Какой большой ветер, ах, какой вихрь! А ты глядишь нежно, а ты сидишь тихо, и никакой силы тебя нельзя стронуть. Скорей, не птун слезет со своего трона. Какой большой ветер напол на наш остров, стомиши втул крыши, как с молока пену. И если гвоздь к дому пригнать концом острым, без молотка сразу он сам войдет в стену. Какой большой ветер, какой большой ветер!